всем привет сегодня я решил провести необычный тест у меня на есть результаты расскажу все по порядку сейчас большую популярность приобрели такие вот ультрафиолетовые стерилизаторы например вот этот используется для того чтобы сюда положить медицинскую маску или положить смартфон после чего он включается и с помощью ультрафиолетового излучения он убивает все бактерии и вирусы помимо таких есть так называемые стикеры большое распространение получили такие вот стерилизаторы вы могли их видеть там на алиэкспрессе они включаются и нужно водить по поверхности вот так и они будут убивать якобы значит бактерии на самом деле я сильно сомневался в работоспособности таких устройств поэтому решил научно проверить как работает например вот этот стерилизатор он помимо поверхности может стерилизовать и воду собственно этот выпуск это тест вот этого стерилизатора схема очень простая в ближайшем водоеме я набираю воду в кастрюльку и целый час он должен работать изучать ультрафиолетовый цвет и таким образом очищать воду зачитаю вам результаты анализа было обнаружено общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов км и и фам в воде норма 100 кое на кубический сантиметр при 20 градусах 320 при 37 градусов 140 но самое важное что мне интересовало это наличие бактерий из группы кишечной палочки норма не допускаются в 100 кубических сантиметров результат кишечная палочка не обнаружен воду можно пить при кипячении соответственно после воздействия ультрафиолетового излучения в течение одного часа мы получили снижение кма и фам с 320 до 240 и со 140 до 70 ну и естественно да не было кишечной палочки и после не было кишечной палочки естественно такое положение вещей меня не могло устроить это замечательно что в моем пруду нет никакой кишечной палочки но моя задача была проверить собственно сам ультрафиолетовый стикер работает ли он или нет поэтому я сделал повторный тест причем повторные в том смысле что мне нужно было сто процентов иметь пробу где присутствует кишечная палочка как вы думаете какой выход я нашел правильно я приготовил тухлый бульон я взял баночку где-то пол литровую налил туда воды добавил кусочек сыра голову сырую скумбрии целое яйцо куриное хвостик жареный наваги потрошки кальмара туда еще насыпал специй по опыту знаю что в специях кстати много всякой вот этой заразы мы ее просто не замечаем потому что она всегда варится это но этот бульон я не варил он должен был быть в сыром виде соответственно три дня и три ночи он стоял у меня на балконе под солнцем так еще и туда налил молока вот как это выглядит сдал повторный анализ и ура была найдена кишечная палочка давайте зачитаем результаты к ма и фам у нас получились цифры пятьсот шестьдесят четыреста восемьдесят это да а после они снизились до 260 и 40 соответственно к сожалению вот в данной лаборатории где я делал анализы концентрацию кишечной палочки не показывают они просто показывают что присутствует кишечная палочка или отсутствует и вот что поразительно до обработки ультрафиолетом палочка присутствует а после обработки ультрафиолетом в течение часа палочка уже отсутствует то есть смело можно утверждать что такие стикеры ультрафиолетовые они действительно работают. На коробке этого стикера присутствует упоминание, что это как бы для домашних животных, кошек и собак, чтобы питомцы пили воду после обработки. Но, как вы видите, человек тоже может пить, хотя в отчетах до и после присутствует всегда надпись, что бактериологические показатели не соответствуют нормам на питьевую воду, но воду можно пить при кипячении. В общем, вывод такой, что палочка ультрафиолетовая работает, это приятно, потому что может быть такая экстремальная ситуация, что нет возможности скипятить воду, соответственно с помощью этой палочки можно уничтожить кишечную палочку. Такая вот тавтология. Надеюсь, этот ролик был для вас познавательный, вы обратите внимание на вот эти ультрафиолетовые лампы и стикеры. Чуть не забыл сказать, когда работаете с ультрафиолетовыми лампами всегда используйте солнцезащитные очки с ультрафиолетовой защитой. В этом ролике я вам сообщал о результатах анализов, но сами эксперименты я проводил, будучи в солнцезащитных очках с ультрафиолетовой защитой. Обязательно используйте очки. Надеюсь, ролик вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нас ждет еще впереди много интересного. Пока!